Калининград, Якутск, Бурятия, Башкирия, а теперь и Ульяновск. Федеральный проект по внедрению спортивной борьбы в школьную программу расширяет границы. Окончательное решение о том, что и ульяновские мальчишки и девчонки на уроках физкультуры будут заниматься в том числе и борьбой, пока не принято. Но уже определены несколько пилотных школ, где этот проект намерены реализовать. Никто не говорит, что благодаря этим занятиям все дети побегут, но какая-то часть, какой-то процент материалу все равно придет в борьбу. И для достижения высоких спортивных результатов у нас будет материал для работы. Пока же Ульяновск принимает первенство Приволжского федерального округа по вольной борьбе. Причем в 16 раз подряд. На борцовский ковер спорткомплекса «Орен» в Заволжье вышли 418 спортсменов из 14 областей, чтобы разыграть 22 комплекта наград. Все участники не старше 16 лет. Специалисты говорят, что именно в этой возрастной категории поединки самые бескомпромиссные. Интересно. У них еще страха нет. То есть они идут полностью себя отдают борьбе, бесстрашно идут вперед. Поэтому очень интересные схватки. Главное внимание специалистов и особенно болельщиков – сборные хозяев. Ульяновская команда самая многочисленная. Руководство региональной федерации надеется, что именно в родных стенах юные спортсмены покажут максимальный результат. В этом поколении хотелось бы пожелать лучшего. У нас были времена, когда полностью пьедесталы на округе занимали ульяновские борцы. И у меня ориентир очень высокий. Два дня бескомпромиссных баталий принесли ульяновской сборной три золотые награды. Их завивали Римма Афанасьева, Екатерина Ведмецкая и Кирилл Трифонов. Кроме того, хозяева ковра выиграли две серебряные и пять бронзовых медалей. Это один из лучших показателей в командном зачете. Михаил Рассашанский, Новости Управды ТВ.